Размышления на тему, что значит гражданский брак, почему это не так просто, как кажется на первый взгляд, почему не все гражданские браки переходят в юридический. Напоминаю вам сюжет фильма «Ирония судьбы или слегким паром» о том, как развивались отношения между Женей и Надей. Это когда он после бани с друзьями его отправили в Санкт-Петербург, Ленинград на тот момент, и он проснулся не в своей квартире, познакомился таким образом с девушкой Надей, и у них завязался роман, хотя до этого он был в отношениях с другой девушкой по имени Галя. У них прекрасно развивались отношения. Они даже были на пороге свадьбы. Мы узнаем по сюжету, по тому, как Галя ждала его дома на встречу Нового года, и какой иронии, да, или, скажем, точнее, какой трагедии обернулась судьба этой девушки, когда выяснилось, что он в другом городе, он познакомился с другой женщиной, он встречает с ней Новый год, а после этого через ней выяснилось даже, что он уже не вернется к ней. Как бы сюжет построен так, что мы все рады за такую роль у нее судьбы, но на самом деле за кадром остаются слезы Галины, которая испытала шок от того, что у них все складывалось достаточно хорошо, они хотели пожениться, но как-то в одночасье изменилась судьба. Как вы думаете, насколько это закономерно или случайность? Это зависит от случая? Или есть в этом нечто закономерное? Ведь не случайно этот фильм стал очень популярным. Судьба пишет Ира, спасибо, еще какие? 50 на 50, Лора, что значит 50 на 50? Это зависит от женщины, которую оставили, или это от нее никак не зависит? Скажем так. Понимаете, когда мы, итог развития отношений, пишет Лана, Лана, вы у меня учитесь? Если вы у меня учитесь и знаете, что значит развитие отношений, вы понимаете, спасибо вам за то, что вы признаетесь, вы поймите, дорогие ученики по теории любви, дело в том, что вы-то знаете, потому что вам даны знания программы теории любви, вам даны знания, через которые вы понимаете, при каких условиях взаимоотношения нарушаются. Вы сейчас, пожалуйста, сидите в затишье, вы на вебинарах будьте активными, потому что на следующей неделе, в пятницу, нам предстоит формула любви. Обещаю вам, закидаю вас сложнейшими вопросами на тему любви и взаимоотношений. Пока что, да, спасибо, Лана. Возможно, зависела, а возможно, была бы его женщина. Да, я так вышла замуж на пороге свадьбы, полюбила другого. Ира, речь идет о том, как мужчина меняет свое решение. Не о женщине, которая на пороге свадьбы меняет свое решение. Не о женщине. Я напоминаю для тех, кто недавно только посещает наши прямые эфиры, я напоминаю о том, что существует психология мужская-женская. И с учетом того, что я для себя это четко разделяю и обучаю женщин правильно понимать, как женщина реагирует на ту или иную ситуацию, как мужчина себя ведет в тех или иных условиях. Это разные диаметрально-полярные, скажем так, сферы, природы. Поэтому мы не можем себя сравнивать с мужчинами. Хорошо, Ира? То, что женщина себя повела так в отношениях, это одно. То, как мужчина себя ведет в этих отношениях, это другое. Поэтому мы должны сейчас рассматривать именно сюжет, почему Галя была оставлена. Галя была оставлена. В некоторых случаях я привожу пример по чувствам, что чувствует женщина, что может чувствовать мужчина. В этом есть нечто похожее. Но проявлять себя мужчина и женщина в построении отношений будет по-разному. Я все-таки хочу, чтобы вы задались вопросом, насколько от женщины зависит то обстоятельство, что мужчина вдруг изменил свое решение по отношению к ней. Сейчас я еще хочу привести пример вам небольшой отрывок, скажем так, о писании истории любви, через который мы попытаемся анализировать, что же происходит во взаимоотношениях, что происходит с мужчиной, когда он отступает. Итак, примерное описание. Познакомились, встречались, общались. Он себя вел достаточно галантно, учтиво. Женщина влюбилась. Мужчина дарил цветы, дарил какие-то маленькие приятные вещи, которые доказывали его желание быть с ней. Женщина вдруг в какой-то момент узнала в нем свою судьбу. Узнала в нем того единственного, которого искала всю жизнь. Она для себя делает выводы. Вот он, вот он настоящий мужчина, который мне нужен. Она в него влюбляется. Она где-то намекает ему о своих чувствах. Но в какой-то момент понимает, что их отношения остановились, и дальше ничего не меняется. То отношения развивались, развивались, потом бамс, встали, и женщина недоумевает. А что происходит? А что, почему? Начинает, что, себя подозревать? В каких-то ошибках по отношению к нему? Пытается понять, что сделала не так. Часто женщина говорит, вот залезь бы к нему в головушку и посмотреть, о чем он там думает. Женщина хочет видеть, хочет понимать причины, по которым мужчина вдруг как-то охладевает и делает шаг назад в этих отношениях. У меня к вам встречный вопрос. Подумайте, какие могут быть средства, через которые женщина пытается выяснить, что с мужчиной происходит. К чему прибегает женщина обычно? Как она пытается залезть к нему в головушку? Как она пытается понять, что происходит в их отношениях? Пожалуйста, ваши варианты ответов. Она задает ему вопросы вскользь. Она потихоньку намекает на то, как она его любит, насколько она к нему привязана. Задаю вопросы и не прямые, а косвенные. Вот, Елена, спасибо. Что еще женщина предпринимает? Что еще женщина предпринимает? Наблюдает его, да? Наблюдает, выслеживает. Пытается понять, есть ли у него кто-нибудь, кем он мог заинтересоваться, почему он отдаляется, что у него на работе, чем он занят, почему так долго не звонит. Моделирует ситуацию ревности, как он отреагирует. Ага, да, вот манипуляции пошли. Да, 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 да. Женщина пытается спровоцировать мужчину на ревность. Женщина закрывается. Да, Лора, совершенно верно. Женщина закрывается. А потом сама себя за это гнобит, за то, что она закрылась. Мужчина же ей предъявляет, это ж ты дуешься, это ж ты губки надула, и ты не хочешь разговаривать. Правильно? То есть здесь очень такой момент сложный. Женщина сама надулась, сама виновата. И кого потом она винит? Конечно же себя. Конечно же себя. Потом же она себе говорит, почему я была так неискренна? Почему я не позволила себе выразить свои чувства? Почему я не сказала ему? А почему она этого не делает? Почему она до конца не выражает свои чувства? Что ей мешает? Страх. Какой страх неуверенности, что он поймет? Вот, Елена, правильно. Неуверенности. Страх потерять его. То есть женщина на грани. Сказать? Не сказать. И если сказать, то что? И страх отверженности, да. Сказать боится, потому что все на грани. Нарушить хрупкое равновесие. Вот. Все на грани. Где сказать? Как сказать? При каких обстоятельствах? Что он подумает? Что после этого будет? Правильно? По сути, женщина же делает попытку... Как мужчина реагирует? Когда женщина делает первые попытки как-то ему сказать о своих чувствах. Не нуди, не пасть. А что ты себе надумала? Да, Лора. Правильно. Правильно. Именно так. Мужчина, когда видит, что женщина влюблена, он ее периодически отрезвляет. Чего себе там надумала? Подожди, пока не привыкай ко мне. Я еще не разобрался, нужны ли мне отношения. Да? Примерно так мужчина реагирует? Или же мужчина просто молча отдаляется? И женщина чувствует это? А если после признания он отдаляется, то может он ее не любит? Может быть. Может быть. Вернемся к вопросу, к чему прибегает женщина. Еще. Женщина прибегает к третьему лицу. Человек, который знает вас обоих. Да? Может к нему подойти и сказать ему так по плечу, ты чего там себе думаешь? Посмотри, какая у тебя женщина прекрасная. Да? Вот он может так и запросто спросить, что ты думаешь об этих отношениях. Работает ли этот метод, когда засылаем гонца для того, чтобы выяснить его отношение к себе? Ну что ты с ним поговорил? Ну что он говорит? Что он сказал? Что он ко мне чувствует? Что он обо мне думает? Да? Мы же это пытаемся узнать. Не работает эта информация. Я хочу, чтобы вы давали мне свою обратную связь, чтобы так не было, что я вам говорю, что это не работает. А вы тихонько записывайте. Я хочу, чтобы вы видели ответы друг друга. Потому что только такой прямой диалог, где много женщин, где каждая женщина показывает, вот да, вот это свидетельствую, вот это свидетельствую. Если это да, это да, это нет, это нет, так вы будьте со мной на связи. Мужчина уходит от ответов. Правильно. Даже если это доверенное лицо. Мужчина не находит слов, что сказать. Правильно? Правильно. Женщина пытается ждать. Женщина борется со страхом, быть отвергнутой, что-то, не сделать что-то, чтобы не нарушить то уже хотя бы хрупкое, что сохранилось между ними. Она ищет пути для того, чтобы понять, что ему нужно. Какая женщина ему нужна? Какая женщина ему нужна? Я буду такой, думает женщина. Я хочу быть такой, чтобы он рассмотрел меня и понял, что я ему подхожу лучше любой другой. Я хочу сейчас отметить важный момент, когда женщина пытается подкинуть ему идею о прекрасных отношениях, которые могут у них сложиться в будущем. Какая идиллия их отношений. Да, Лора, правильно. Когда мужчина обдумывает дело, он не дает никому вмешиваться, пока не принял решение. Вы знаете, Лора, я даже вам скажу больше. Для того, чтобы мужчина принял решение какое-то, или для того, чтобы ему самому было ясно, ясны эти отношения, ему необходима определенная концентрация его чувств. Надо, чтобы он сам слышал свои чувства. Правильно? Потому что решение это принимается на основе чувств. уединение? Что значит уединение? Причем тут уединение? Мы говорим, что мужчина будет готов к решению только когда он слышит свои чувства. А, вы это имеете в виду? Посидеть, подумать? Ну, как вы думаете? Много ли можно надумать, чтобы чувствовать больше, чем обычно? Вы понимаете, что думать и чувствовать это разные вещи. Это совершенно разные вещи. я думаю, что человек, он хороший, а чувствую какое-то к нему недоверие. Правильно? То есть, мы же должны понимать, что мы думаем, что мы чувствуем. Это совершенно, скажем, разные вещи. Это те вещи, которыми наделен человек для того, чтобы отслеживать, что в его жизни происходит. вижу фигню, но чувствую он хороший. Да, такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Да, 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 да. Это очень важный момент. Так, сейчас мы не будем на этом останавливаться. Мы должны просто понимать, что чувства и мысли это совершенно разные функции, встроенные в человека. А если чувства и мысли скачут в разных направлениях, вот то-то и происходит. Вот то-то и происходит. Чувства одно, мысли другое, люди говорят третье. То есть, именно, вот это то, что сводит женщину с ума. Это то, что выбивает из-под нее табурет. это то, где она теряет уверенность в себе и она уже не знает, что нужно, как нужно. Она любит его, она проявляет свою любовь и видит, как он как-то отстраняется. Да? Она отстраняется, вдруг он проявляется. значит, если мужчина отдаляется, это у него недостаточный чувств к ней, но он же с ней, он же с ней, он же как объясняет. Если женщина говорит, ты что, меня, значит, не любишь, ко мне недостаточное чувство испытываешь, что мужчина обычно отвечает? Ну, я же с тобой. Ну, я же с тобой. То есть, мужчина говорит, ты на дело смотри, что я же с тобой, а что ты меня о чувствах спрашиваешь? Субтитры создавал DimaTorzok